Я канадский ученый, социолог. И моя специальность, я всегда интересовался Россией. Я тоже активист, профсоюзные движения в Канаде. А вот вы спросили мое мнение о повышении пенсионного возраста. Но, как я понимаю, один из главных аргументов, потому что не хватает денег в пенсионном фоне, потому что будет мало работающих людей, и очень много людей уже пенсионного возраста. Но меня это немножко означает, поскольку я знаю, что у вас в России подоходный налог плоский. Конечно, это мечта наших работодателей, но ни в одном западной стране есть плоский подоходный налог. Значит, у нас это подоходный налог, это по принципу, по возможностям. Значит, те, кто доход побольше, они больший процент дают в налогах. Те, кто меньше зарабатывает, они меньше, по меньшей процент. Но это элементарная справедливость. А у вас плоский, значит, это большой подарок, конечно, вашим олигархам и вообще эзотичным слоям. А когда спросил, я смотрел эту передачу, когда ваш президент отвечал на вопросы, его спросили, ну почему у нас плоский подоходный налог, а не прогрессивный. Он сказал, вы знаете, когда мы, это справедливость с социально-тосвязкой зрения, но когда стараемся практически это делать, это люди просто скрывают свои доходы. А это меня, такой ответ меня поразило. Они могут арестовать, у них такие силы, чтобы арестовать единственный пикет. Там в Москве мой товарищ, профессор математики, он сделал единственный пикет. Его арестовали, и он просидел сутки в тюрьме. Такие силы есть в государстве, а взимать налоги у богатых людей нет. Это мне кажется, что-то не то. Так я думаю, если не хватает денег в пенсионный фонд, то сначала надо было внести принцип справедливости в налогоблажение. Это первое. Так что я думаю, что теперь будет заставлять пожилых людей работать дольше. И мы знаем, что ваша прожительность, жизнь не очень высокая. Но это, конечно, большая несправедливость. И я думаю, люди справедливость возмущены. Ну, конечно, надо организоваться и протестовать. И все зависит, конечно, от соотношения сил, я бы сказал, классовых сил. Но у вас, конечно, вам такие большие трудности, притеснения. Нет свободы, на самом деле, собрания. Как будто на бумаге есть, но когда люди хотят собираться, разные преграды. Но все-таки нет другой альтернативы. Надо организоваться и протестовать, и нажимать, найти разные способы оказать давление на власть. И власть под давлением отступит. Если нет, он, конечно, продолжит по тому же пути. Но это путь, на самом деле, олигархов и собственных, конечно, функционеров, которые, они тоже не бедные люди, я бы сказал.